Гармонизация межнациональных отношений Викторовна, какой опыт в этой сфере имеет Республика Коми в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений? Здравствуйте. Опыт, безусловно, большой, потому что самому Министерству национальной политики Республики Коми уже более 20 лет. И это, наверное, одно из первых министерств, органов исполнительной власти именно в сфере межнациональных отношений, которая появилась вообще в стране. И, конечно, опыт, несомненно, большой. Прежде всего, большой он в части работы с коренным населением, с коренным этносом Республики Коми, с Коми народом. И также достаточно солидный опыт мы уже имеем в гармонизации межнациональных отношений и в укреплении единства российской нации. Потому что вот как раз в северо-западных регионах Республика Коми, наверное, одна из первых приняла и региональную стратегию, и разработала свою региональную программу по укреплению единства российской нации, сохранению этнокультурного многообразия народов Республика Коми, территория добрососедства. Такая вот у нас региональная программа. И она очень наполнена, наполнена как содержательно, так и финансово, и она межведомственна. И здесь Министерство национальной политики как раз выступает межведомственным координатором реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Коми. Какие мероприятия в этой программе числятся, и что они под собой подразумевают, какую-то теоретическую или практическую часть? Мероприятий на самом деле достаточно много. Если говорить, так сказать, по блокам, по разделам, то это мероприятия, направленные на сохранение традиционной культуры и языка Коми народа. Это мероприятия, направленные на развитие этнокультурного и поддержание этнокультурного многообразия народов, проживающих в Республике Коми, а их более 120, и мероприятия, направленные на укрепление единства Российской нации, то есть на консолидацию народов в Республике Коми. Также понятно, что есть мероприятия и научной направленности, это и разного рода исследований, это и проведение различного рода научных конференций, круглых столов, симпозиумов и так далее, форумов. Вот буквально недавно в Республике прошел форум, посвященный Дню народного единства «Мы, россияне, радуга культур, радуга единства». Это одно из мероприятий, как раз, которые входят в нашу региональную программу. Поэтому спектр большой и различного рода, как вы говорите, и по форме, и по содержанию, и теоретически, и практически. Помимо этого, естественно, региональная программа реализуется еще и в каждом муниципальном образовании Республики. В каждом муниципалитете есть своя муниципальная программа, которая прошла проверку, так сказать, апробацию, которая утверждена и которая в полном соответствии с региональной программой тоже реализуется в каждом муниципальном образовании Республики. Такая большая очень работа, которую координирует Министерство. Сколько у вас сегодня на территории Республики проживает народов и народностей, и как они себя могут реализовать, показать? Более 120 народов и народностей, представителей разных народов и народностей, согласно переписи 2010 года. От самых больших до самых маленьких. Там некоторых народов у нас буквально один-два представителей этих народов живет в Республике. Понятно, что все те, кто проявили самоорганизацию, да, и у них достаточно высокая степень самосознания, и они образовались в какие-то организации общественные, в национально-культурной автономии, либо просто общественные организации, либо общественные движения. Конечно, они могут проявить себя и сохранить свою культуру, и заниматься своим родным языком, и показать свою культуру, и так далее. То есть это все возможно, тем более, что Министерство национальной политики их поддерживает в этом, выделяя субсидии, проводя конкурсы грантов для общественных организаций по этническому признаку сформированных, и дает полную возможность реализовать свои проекты. Ну, помимо этого, в Республике Коми работает Дом дружбы народов, в котором выделены помещения для национально-культурных автономий, где они могут не только работать на сцене, так сказать, да, проводить свои мероприятия, там, на сцене ли, если это концертные какие-то или театрализованные формы, выставки ли, там, свои ли какие-то собрания, конференции и так далее, потому что помещения Дома дружбы позволяют все эти формы мероприятий проводить, ну, и также есть и офис для национально-культурных автономий. Кстати, эти офисы буквально вот 4 ноября, в День народного единства, мог посетить каждый житель Республики Коми. Мы проводили День открытых дверей, куда автономии приглашали в свои офисы всех и показывали, как они работают, да, чем они занимаются, рассказывали об этом, ну, и показали, естественно, и концертной формой тоже, как они сохраняют свои традиции. Вы сказали, что вот им даете гранты, субсидии, то есть поддержка от Республики у них хорошая. Поддержка имеется, конечно, да. Вы еще на круглом столе сказали, что у вас есть поддержка из Федерации, вот именно на вот эту программу, вот на что еще она расходуется, на что реализуется. Да, да, есть поддержка за счет федеральных средств, это средства федеральной целевой программы укрепления единства российской нации и сохранения этнокультурного многообразия Российской Федерации. И Республика Коми традиционно получает субсидию за счет этих бюджетных средств федерального бюджета. И эти средства, конечно же, реализуются тоже на все то же, что я и перечисляла. Это и поддержка этнокультурного многообразия, это субсидии некоммерческим организациям, да, общественным организациям по этническому признаку. Это реализация крупных, крупномасштабных, как республиканских, так и междурегиональных проектов, как то конференции, те же форумы, да, круглые столы, выезды делегаций для участия в различных федеральных мероприятиях и в федеральных форумах, как территория смыслов, например, на Клязьме, да, там, этномир, лагерь молодежный и так далее. Это проведение подобного рода мероприятий тоже на территории Республики Коми. Это издание значимой литературы, издание, например, произведений Коми авторов, да, издание, например, периодическое, у нас есть периодическое издание у Дома дружбы под названием «Орнамент». Мы тоже частично из федеральных средств помогаем этому журналу появляться на свет. То есть это очень большой спектр применения, да, федеральных средств. Вот так же, как и средств Республики Коми. Вы вот много в своем докладе говорили о гармонизации межнациональных отношений. А вот что вы понимаете под этим термином? Что, к чему это ведет, к чему нужно стремиться, что такое гармонизация? А вот это когда про нас не вспоминают, да, про тех людей, которые занимаются национальной политикой, когда нас не видно и про нас не вспоминают, это говорит о том, что в регионе все спокойно. И как раз вот гармония и достигнута, да, когда не вспоминают в плохом именно контексте, да, о том, кто какой национальности, и когда не говорят о том, что «ах, у нас там, да, там, что-то происходит нехорошее, вот они какие, не дорабатывают, или там у нас вот там что-то не так». Вот когда такого нет, вот оно действительно, гармония достигнута, да. Гармонизация — это не проявление конфликтных ситуаций, да, не проявление даже латентной напряженности. Конечно, она может существовать, но ее нужно видеть и упреждать, да, чтобы она не выросла в конфликт. Гармонизация — это когда каждый, осознавая, кто он, да, по национальному признаку, к какому народу он принадлежит, прежде всего понимает, что он россиянин. Вот это гармонизация. То есть это все-таки идет, наверное, от самого человека, нежели сверху. Конечно, это должно идти от самого человека. Человек так себя должен воспринимать. Наша работа — сделать все для того, чтобы человек это понял, да, и чтобы он действительно так себя и воспринимал. Прежде всего гражданином России, а потом воспринимал свою принадлежность к какому-либо-то народу. И самое главное — гордился и тем, и другим. Ну что самое главное вот в этой самой гармонизации? Какие вы можете дать практические советы, чтобы ее достичь? Тут нет какого-то универсального совета, да. Почему? Потому что каждый регион, он уникален. В каждом регионе своя определенная сложившаяся ситуация, да. И нужно исходить из этих исходных данных, в которых находится регион. Ну, конечно, прежде всего, самый главный принцип, так же, как и у врачей. Не навреди, да, не усугуби ситуацию, а наблюдай, будь наблюдателен. Главное — увидеть, что происходит, и повернуть так, чтобы стало еще лучше. И чтобы действительно не было таких, так скажем, высказываний, что кто-то более равен по отношению к другим. Да, мы живем в Российской Федерации, в которой все народы равны. И, естественно, нужно этого добиваться. И тут универсального совета нет. Сегодня на круглом столе коллеги рассказывали об опыте, который здесь, в Ниньском округе, да, какие практики применяются. В принципе, они все похожи, да. И у нас примерно то же самое применяется. Но что-то есть и уникальное, что-то и я для себя новое почерпнула, и интересное. И это говорит, еще раз подтверждает то, что каждый регион уникален. В каждом регионе свой подход. И постоянно, находясь в режиме, там, постоянного практически общения со своими коллегами здесь, в Ниньском округе, да, там, с Виктором Николаевичем, Сергеем Васильевичем, мы ведь тоже сверяем, так скажем, немножко свои, там, часы и свои направления, да, слушая друг друга и понимая, что вот здесь так, а вот здесь так. И что можно взять на заметку друг у друга. У Республики Коми есть очень хороший опыт, вот вы сегодня тоже об этом говорили на круглом столе, по сохранению Коми языка. Вот расскажите немножко об этом, и что главное в сохранении? Вот самый главный постулат, которого я придерживаюсь, и он и не мною выработан, и не мною это сказано, что нет языка, нет народа. Поэтому, конечно, прежде всего нужно сохранять язык, если народ хочет сохраниться и жить дальше, и ощущать себя действительно народом, а, там, не единственным единичным представителем, там, сохранившимся какого-то народа. Поэтому, конечно, работа по сохранению и развитию языка, она очень важна. Нам в этом вопросе, может быть, несколько проще, чем здесь, в Ниньском округе, потому что мы республика, республика национальная. И поэтому у нас были все права на то, чтобы в Конституцию Республики Коми мы внесли определенные положения о том, что в республике действуют два государственных языка, русский и Коми. И что позволило нам принять закон о государственных языках в Республике Коми, в соответствии с этим законом, выстраивать языковую политику. Она у нас просто выстроена, эта политика языковая, начиная с 92-го года. Постепенно, какими-то там шагами, где-то там с трудностями, в республике была принята та концепция этнокультурного образования, которая на сегодня есть. Это обязательное изучение Коми-языка в школе, изучение языка как государственного и как родного. И здесь вот как раз ребята Коми-национальности, они могут выбрать, как им изучать язык, как государственный, либо как родной. К сожалению, не так много сейчас школ преподают по программе изучения родного языка, потому что это все-таки больше часов, это 5 часов в неделю. Это, собственно, Коми-язык и Коми-литература. А государственный язык, там программа попроще, и часов там поменьше. Естественно, родители предпочитают выбрать именно эту программу. Хотя каждая школа в республике Коми имеет обе программы. И по обеим программам можно учиться, неважно, сколько учеников выбрали ее. То есть выбор такой предоставляется. И, естественно, выполняются федеральные и государственные образовательные стандарты по обеим программам. Это долгая была работа, кропотливая и сложная. Но мы к этому пришли, и мы считаем, что это важно для того, чтобы народ смог сохранить свой язык. Не менее важно, чтобы язык использовался в жизни, чтобы он был в общественном пространстве, чтобы носители языка могли общаться не только между собой в семье, или между собой на улице, или где-то там встретившись. Но они видели присутствие языка в общественном пространстве. То есть это чтобы вывески, условно говоря, были. А у нас все вывески на двух языках. Это и социальная реклама, чтобы была на двух языках. Это и телевизионные радиовещания на двух языках. Это и газеты на двух языках. Это и литература на коми-языке. То есть чтобы язык жил тогда, конечно же, носителем языка коми-народу, естественно, естественно, этот язык будет использоваться. Поэтому тут очень большая работа. И еще раз говорю, это целая политика. Мы сейчас пришли к тому, что необходимо принять стратегию развития русского и родного языка Республики Коми. И к написанию стратегии мы как раз вот в 2017 году подходим и будем этим заниматься. Будет создан совет по государственным языкам при правительстве Республики Коми. И будет создана такая стратегия. Потому что это крайне важно. И об этом сейчас говорят и на федеральном уровне. Потому что и русский язык уходит. Он теряет в связи с тем, что очень много приходит иностранных слов. Много каких-то сокращений, каких-то, так скажем, коверканий русского языка. И это плохо. И русский язык нужно тоже развивать, сохранять. И о чем говорят исследования, что в национальных регионах, где существует билингвальное образование, то есть на двух языках. И с русским языком все хорошо. Потому что ему уделяется должное внимание. И с родным языком все хорошо. Родной язык и изучается, и живет. Вот нужно соблюсти баланс, вот эту грань, чтобы и русский изучался, и родной. Да, да. Ну вот на самом деле вот у нас так и происходит на сегодняшний день в Республике. И результаты ЕГЭ ежегодно это подтверждают. ЕГЭ по русскому языку именно. Потому что средний балл в Республике Коми по русскому языку гораздо выше, чем средний балл в общем по стране. А вот вы также говорили на круглом столе, что выпускники выбирают иногда язык Коми в качестве экзамена. Да, была такая практика в 2015 и в 2016 году. Выпускникам девятых классов было предоставлено право выбрать Коми язык как один из дополнительных экзаменов, и его выбирали. В 2015 году это было там буквально совсем ничего, 16 человек. В 2016 году это уже было более 100 человек, 104, по-моему, человека, которые выбрали сами добровольно, да, ГИА по Коми языку. Издали, кстати говоря, его успешно. А вот интересно, изучение Коми языка, оно ограничивается школой или есть в учреждениях профессионального образования? К сожалению, в профтехучилищах и в колледжах Коми язык не изучается, в программе его нету, можно только факультативно изучать. Можно изучать Коми язык в Соктовкарском государственном университете, где есть финногорский факультет и работают кафедры педагогики, как раз где ребята могут получить образование педагог Коми языка-иностранного языка, и ребята там действительно более уже глубоко изучают как язык, так и учатся, да, преподаванию и так далее. Достаточно много ребят поступает на этот факультет. Последние годы даже конкурс есть на этот факультет именно, что нас радует. Ребята возвращаются в школы, конечно, преподавать язык далеко не все, но кадрового голода, там, серьезного республика не испытывает в учителях Коми языка, они есть. Ребята возвращаются в школу, кстати говоря, тоже преподавать язык. Вы сегодня говорили, что в феврале 2016 года между республикой Коми и Ниньскому округом было заключено соглашение. Как оно реализуется на сегодня? Вот оно реализуется, на самом деле, полным ходом. Подписали мы его в феврале. Была небольшая такая, так скажем, пауза, да, потому что были определенные мероприятия у нас в республике и в Ниньском округе, которые не позволили нам сразу приступить к реализации соглашения. Но что очень важно, мы очень часто обмениваемся опытом друг с другом, да, передаем друг другу какие-то знания. Помимо этого, что вот я очень признательна в рамках соглашения Ниньский округ обеспечил учебниками ниньского языка нашу школу-интернат в Рокуте, где учатся дети оленеводов, ненцев, у нас была очень острая нехватка учебников, мы обратились, и нам очень быстро департамент в этом помог, мы получили учебники, детки сейчас приступили в новом учебном году к занятиям, имея новые учебники. Вот, помимо этого, вот сегодняшний круглый стол, например, да, это очень хорошее, я думаю, такое мероприятие, очень полезное и для нас, и для коллег ваших из Ниньского округа, и мы уже договорились о том, что мы будем проводить круглый стол по языковой политике, потому что это очень важно, конечно, и что импонирует, руководство округа это понимает и видит, что это необходимо, действительно, народ можно сохранить только через сохранение языка и сохранение традиционной культуры, поэтому, конечно, мы будем и в этом направлении тоже работать, будем делиться опытом с вами о том, как это можно сделать, как лучше, конечно же, учитывая специфику округа, это естественно. И я думаю, что в скором времени мы будем проводить у себя на территории в Республике Коми круглые столы и семинары для работников в сфере госнацполитики и будем приглашать коллег из округа, чтобы они поучаствовали в этом тоже, потому что, еще раз повторюсь, уже говорила сегодня это утром о том, что крайне важно общаться, крайне важно понимать коллег и видеть практики друг друга, потому что бывает так, что вот ты что-то там увидел, услышал, оп, а ты понимаешь, что у тебя в регионе-то это тоже можно применить, да, ну, может немножко где-то что-то видоизменить. И очень важно тоже понимать, чем дышит, в принципе, народ. И я уже говорила об этом, что национальная политика, она там, на земле, она в поселениях, да, там, где люди живут. И что-то там придумывать и городить, извините, там наверху, это тоже, ну, неправильно в оторванности, да. Им, конечно, важно как у себя в регионе общаться с людьми, так и с коллегами из соседних регионов тоже. То есть, что мы соседи, и нас очень многое связывает. У нас одна Печора, да, на два региона. У нас Ненцы, да, которые живут и в округе Ненецком, и живут в республике Коми, и Коми-Ижимцы, и старообрядцы Уст-Цилемские, да. Поэтому нам есть чем делиться, и нам есть о чем говорить, и развивать что. А с другими соседними регионами как выстраиваются отношения? Вот соглашение пока только с Ненецким округом. Общались сейчас в Перми на форуме национального единства с коллегами из Югры, которые, они тоже выразили пожелание заключить такое подобное соглашение. Конечно, есть соглашения межправительственные, да, которые заключаются главами регионов. Но к ним дополнением, конечно, неплохо бы уже такие чисто конкретизированные соглашения в определенных сферах деятельности. И, конечно, в сфере госнацполитики это тоже было бы неплохо. Поэтому, дай бог, мы с другими соседями также будем активно дружить. А проблемы все-таки существуют в сфере вот межнациональных отношений? Ну, проблемы, конечно, существуют, но они не так остры. И я бы не сказала бы, что там вот проблемы есть именно в отношениях между народностями. Но есть определенные вопросы, которые необходимо решать. Например, я думаю, есть общий такой достаточно проблемный вопрос для всех регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, ведущие кочевой образ жизни. Это образование детей. Не секрет, что очень сложно родители отдают своих детей обучаться в школы, потому что они прекрасно понимают, что ребенок, пожив в городских условиях, уже не очень захочет вернуться к традиционной жизни, к традиционному укладу жизни и к традиционной профессии оленевода. И, конечно, мы тоже, я так знаю, что и во всех регионах, так, мы тоже все не стремимся к тому, чтобы детей вырвать из среды, и чтобы они не вернулись в свою родную среду. Конечно, надо, чтобы они возвращались. И поэтому, конечно, вот вопрос, как организовать процесс образования детей, получения образования детьми, он стоит в таких регионах и стоит достаточно остро. И этот вопрос я хочу поднимать на рабочей группе по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Федеральном агентстве по делам национальности. Членом рабочей группы я являюсь, и я хочу этот вопрос поднять на ближайшем совете, чтобы регионы могли рассказать друг другу, как у них решаются эти вопросы. Вот сегодня на круглом столе я услышала ваш очень интересный опыт. Это очно-заочное образование. И вот очень хочу этот опыт получить, чтобы с нашим Министерством образования Республики Коми тоже поработать в этом направлении, чтобы дети получали общее образование, общее школьное образование. Ну, это конституционное, простите, право, да, и поэтому мы не можем детей оставить необразованными. Вот такой вот есть проблемный вопрос. У вас какие-нибудь есть предложения по решению этой проблемы? Мы думали над кочевыми школами, но сегодня уже вот с вашими коллегами пообщавшись немного и пообщавшись и с нашим Министерством образования в Республике, конечно, мы приходим к выводу, что это крайне сложно организовать кочевую школу, потому что, ну, необходимо соблюсти все федеральные государственные образовательные стандарты, чтобы уложиться в это. Поэтому, конечно, тут нужно искать разные пути решения. На сегодняшний день в Республике Коми дети учатся, как я уже говорила, в школе-интернате города Ворокуты. И, конечно, им там созданы все условия для того, чтобы они не выпали из традиционного образа жизни. Деток и обучают на ненецком языке, и общаются вне учебного процесса с детьми на ненецком языке. И с детьми проводят все занятия, необходимые для того, чтобы они приобщались к традиционному хозяйствованию. Ну, это с первого по четвертый класс. Все, детки потом уходят из интерната, их забирают родители обратно. И мы детей этих больше не видим. Да, поэтому тут тоже вопрос, как бы, а что дальше-то? Нужно же образование давать. Мы пошли по пути следующему. У нас есть в Ворокуте еще одна государственная школа-интернат, в которой обучаются талантливые дети. И там впервые за много лет был образован в этом году ненецкий класс. Но в любом случае дети уже не живут в условиях, которые им были созданы в школе-интернате номер один, очень приближены к тому, как они живут с родителями. Они уже живут в другой школе, и там все по-другому. Там уже другой взрослый мир, и там общая образовательная программа средней школы, что тоже им нелегко. И посмотрим, что из этого выйдет. Но мы бы хотели бы, конечно, чтобы дети все-таки были ближе к родителям и ближе к тому, как они живут у себя со своими родителями. И рассматриваем варианты. Я думаю, с Министерством образования будем прорабатывать вариант такой, чтобы дети могли жить все-таки все вместе в одном месте, а дальше продолжать образование в средней школе с пятого по девятый класс в общеобразовательной школе. То есть просто вот туда их, чтобы возили, они учились и обратно возвращались. Попробуем. И такой опыт. Пока вот ищем. Поэтому вот с вашими коллегами, ну, с нашими коллегами будем сегодня тоже и завтра общаться на эту тему. Может быть, к чему-то придем. Спасибо, Елена Викторовна, что пришли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях была министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко. И мы говорили об опыте Республики Коми в сфере межнациональных отношений. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова